Расскажите, пожалуйста, как решили стать врачом и как определились со своей будущей специализацией? В 2003 году я поступил в медицинский университет имени Пирогова. Это второй медицинский университет в Москве. Выбрал эту профессию по совету мамы. Выбирали долго. И, наверное, с 2003 года, как начал учиться в университете, уже в другой специальности себя и не представлял. К 2009 году, к окончанию университета, пришел четко к решению о том, что хочу стать кардиологом. Мне нравилось это направление. Мне нравилось, я уже тогда подрабатывал и начинал свой путь вообще с санитара, с медбрата, в разных больницах абсолютно, потому что я хотел увидеть, как это происходит уже живьем, а не только по учебникам. И когда получил диплом, то пошел в ординатуру по кардиологии. Отучившись там, начал работать в кардиореанимации, как так сказать, на острие. Постоянно совершенствоваться. Понял, что не хватает немножко знаний, поэтому пошел дальше учиться. Это анастезиология реанимации. Как я уже сказал, что я работал в кардиореанимации, это, наверное, одно из самых тяжелых отделений в больнице в принципе. Потому что, когда кому-то плохо, то бегут именно в реанимацию. Поэтому в реанимации уже работают на самом деле боги. Ну и дальше продолжал свою учебу, потому что понимал, что в организме все взаимосвязано. И мне хотелось приобретать больше знаний. Еще прошел усовершенствование по терапии, по функциональной диагностике. А в последующем уже стало интересно заниматься организацией здравоохранения. Всегда везло с учителями. И до сих пор с ними и дружим. Я их всех уважаю, ценю, они мне все подсказывают на моем жизненном пути. И направляют, как быть дальше. А был ли у вас опыт руководящей должности? С 2012 года я стал заведующим отделением кардиореанимации в московской больнице. В 2015 году получил задачу открыть региональный сосудистый центр. Потому что в Москве стартовала с 2012 года программа инфарктно-инсультная сеть. Это на тот момент была передовая технология. И уже такой европейский стандарт. Когда нам надо было сделать так, чтобы жители города в максимальный короткий период времени получали высокотехнологичную медицинскую помощь в условиях специализированного стационара. Помимо того, что надо было наладить работу внутри больницы, это все еще также получило внешние связи. То есть скорая помощь везла специально в специализированный стационар. То есть создавали алгоритмы, отсчитывали хронометраж, время и так называемый золотой час, когда пациент только-только въезжает в больницу. И уже буквально через 30-40 минут он должен получить помощь так, чтобы ушла боль и предотвратить развитие инфаркта миокарда. Мне это очень нравилось. Поэтому в 2016 году, в 2015 была поставлена задача, в 2016 году мы открыли региональный сосудистый центр, который я возглавил. И возглавлял вплоть до 7-го числа этого месяца. В 2017 году на фоне развития регионального сосудистого центра я был назначен на должность уже заместителя главного врача по терапии. И в региональный сосудистый центр влились новые отделения. У меня расширились задачи. Мне надо было теперь сделать единым организмом все терапевтическое направление с хирургическим уклоном. Поскольку мы развивались очень активно. Мы освоили инфарктную сеть, мы освоили инсультную сеть. Мы активно занимались ритмологией. Это я и здесь рассчитываю акцент делать, безусловно, на этих направлениях. В том числе постепенно происходила реорганизация. К стационару добавлялись поликлиники. То, что было сделано и в Московской области, и Минздравом управительством. Это было сделано для того, чтобы обеспечить лучшую преемственность у пациентов между стационарным и оболуторным звеном. Это очень важно. И моя кандидатская была связана именно с этой работой. Поэтому с 2017 года я занимался еще и всей терапией в принципе. Не только направлением кардиологии, реанимации, либо инфарктной, либо инсультной сети. С 2021-2020 года я занимался как раз территориальным медицинским объединением. То есть это амбулаторная сеть вместе со стационаром. Ведь просто объединить их в одно целое, под одно юрлицо, это только на бумаге. Надо развить эти горизонтальные связи, взаимодействие между амбулаторией и стационаром. Между направлениями кардиологии, неврологии, терапии и так далее. Стационара и амбулаторного звена. Обеспечить преемственность, быструю выявляемость заболеваний и оказание необходимой помощи. Плановой, либо, не дай бог, экстренной. Ведь задача работы территориального медицинского объединения, а именно связи амбулаторной и стационарной помощи, это своевременное выявление и так, чтобы не допустить развития экстренных ситуаций, так называемых сосудистых катастроф, то есть инфаркт, инсульт. Потому что инфаркт, инсульт – это, безусловно, индикатив работы амбулаторного звена, а уже не стационар. Поэтому организаторская работа была направлена на это. Плюс я активно сотрудничал с кафедрами, с институтами, ведущими медицинскими университетами Москвы и России, именно для того, чтобы создать эти алгоритмы взаимодействия. Это очень важно. Знакомы ли вы с Одинцовским округом, в частности с больницей? До рассмотрения вопроса о своем назначении сюда я знал мало об этом районе. В основном о том, что здесь уже создано территориальное медицинское объединение, то есть все учреждения медицинские объединены под одно юрлицо. Но ознакомился уже более детально в последнее время. На самом деле наслышано очень много хорошего о больнице и об объединении в целом. Да, есть ряд проблем, на которые мне сделали акцент непосредственно в правительстве Московской области и Минздраве Московской области, а также глава Одинцовского района и Одинцовской администрации Андрей Робертович. Мы тоже это проговаривали. И Олег Васильевич также давал определенные направления, которые надо заняться в первую очередь. Также слышал очень много хорошего. Безусловно, что это один из лучших округов, что это один из самых перспективных округов, с прекрасным населением, хорошая территория, но и сама по себе больница одна из лучших в Московской области. Какие задачи ставите себе в новой должности? Что будете решать? Задачи сейчас будем уточнять уже совместно и с правительством, и с Минздравом, и с главой. Потому что выработка пошаговой инструкции, так называемой дорожной карты, это сейчас будет первая очередная задача. Здесь есть роддом, который надо развивать. Здесь есть много новых строек, которые придадут жизнь больнице, так сказать, свежую, новую. Здесь есть очень много направлений, которые нужно развивать дальше. Я еще раз говорю, что опыт в этом есть. Задачи для этого уже поставлены. Поэтому буквально сейчас ознакомимся с ситуацией и будем создавать дорожную карту для развития. Муниципалитет сотрудничал с Одинцовской областной больницей. Будет ли это сотрудничество продолжено? Оно будет усилено. Безусловно. Меня очень приятно встретили. За это огромное спасибо. И я постараюсь оправдать это доверие.